Привет, мои пираты! Я ненавижу разговорное видео, и сегодня мы с вами серьезно поговорим. Поговорим мы с вами про... про школу. Когда я нервничаю, я чешусь. Вы бы видели сейчас мои ноги, это пипец. Пожалуйста, обнимите меня кто-нибудь. Я хочу просто начать с начальной школы и рассказать вам свою потрясающую историю. Ок! Вы не попались на кликбейт. Я училась в религиозной школе. Как бы странно это ни звучало, мы молились перед едой. Перед едой, после еды, на шаббате, в конце недели, то есть, и в начале дня. Школа была еврейская, я еврейка, традиции еврейского народа там были, и иврит. Собственно, проучила я иврит 4 года, помню алфавит. Также у нас был башкирский язык, потому что... Из башкирского языка я помню только... У меня была клёвая учительница, у меня были странные одноклассники. Я была странной, я вышла оттуда с кучей комплексов. Дальше! Начинаем самое весёлое. Я переезжаю в Петербург. С семьёй мы переезжаем, я иду в 5 класс. Я ведь вам ещё не упомянула то, что... С первого по четвёртый класс у меня не было друзей вообще. Я всегда стояла в паре с тем, кто остался один. Один раз я встала с звездой нашего класса, с девчонкой клёвой. Значит, стою я с ней, и её подружка приходит такая... Карина, а с кем стоять мне? И я такая... Офигеть! Вот так реагируют люди, оказавшись на моём месте. Найс! Всё равно идём дальше. Я перехожу, такая девочку, которой никогда не было друзей. Девочку, которой всё всегда на отлично. Прихожу, на первом уроке математики мне ставят два. И у меня просто паучика-пау-пау. Я такая, как это вообще возможно? Прихожу домой, показываю родителям, они такие... Типа нет, чтобы сказать, всё окей, какая разница? Происходит это... Я думаю, ну блин. Всё, я в яме, из этого мне не выбраться. И я думаю, что... Да я и не буду пытаться убираться. А потом всё стало ещё интереснее. Подружек-то у меня не было. И как только в перспективе... В перспективе у меня появились подружки, я просто бросилась им на встречу. Я бросилась им на шею. И они решили, что будет классно всем сказать, что я говно! То есть прихожу я на следующий день в школу, и они такие... Ты... ТП. Понимаете? Я вообще даже слова такого не знала. Мне говорят, ты ТП. Ты... Рукоблудс, они на... Продолжайте сами. В ритме Оксимирона. Согласны? Мне это всё было очень стрёмно. Я попросила маму перевести меня в другую школу. И она сказала... Неа! Вообще-то, если бы меня перевели... Да фиг знает, что было бы. Мне интересно, что будет завтра. А не что было бы, если бы тогда было по-другому. Согласны? Вот тогда началось говно. Понимаете? Я покатилась в учёбе. Я чувствовала жуткое одиночество. Ну, потом у меня появилась подруга. Полина. Которой я жутко благодарна по сей день. Мне очень стрёмно, что я не могу высказать человеку, который меня из дна вытащил, насколько много он для меня значит. Потому что, ну, как-то... Не по-пацански, знаете. Я... В шестом классе я занималась балетом. Тогда начались мои расстройства пищевого поведения. Что тоже довольно больная тема. Потому что я занималась балетом, и иногда надо было слегка похудеть, чтобы выглядеть красиво. И чтобы учительница сказала, что ты клёвая, ты молодец. В седьмом классе был лютый пипец. Балет я бросила, а расстройства пищевого поведения усилились. И я начала смотреть много сериалов, потому что в жизни поддержки особо у меня... Ну, я не знала, у кого её искать. Маме я особо не доверяла. Поэтому я искала поддержку в том, что у меня есть сериал. Я помню, я даже наклеила фотографию одного актёра вот там у себя на кровати, чтобы когда я поворачивалась, я видела вот его лицо. Потому что для меня это было что-то типа родные люди. Седьмой класс, я помню, что я ненавидела всех и всё. Я стала куда-то антисоциальной. Понимаете, 13 лет. Я абсолютный антисошал. Я надеюсь, на камере этого не видела. Мне не видно, но я очень сильно рыгнулась подливой. Друзья из лагеря. Ну, вы же знаете, как делается с лагеренными друзьями. Вы общаетесь неделю после смены и забываете про друг друга на весь год. Едете на смену в следующем году, и всё повторяется. Поэтому назвать это дружбой сложно. Был такой момент. Я кидала свою наклассницу таблетками. Просто потому что, ну, вообще, типа, от горла дала мама таблетки. Я думаю, ну, блин, смешно. Типа, ха, лови. Ха, она мне там стиралку кинула себе. Смешно. Таблетка упала на пол. А эта учительница была... Эм, она заставляла наш класс убираться в своём кабинете. Типа, мыть полы, цветы, там, райский вишнёвый сад ей устанавливать. Ещё журнал заполнять за неё. И мы для неё были либо ангельскими созданиями, либо яйцеголовыми тараканами она нас называла. Потрясающе! Согласны? И как-то раз я прихожу в школу, она меня берёт вот так за плечо, вводит в свой класс и говорит, что это такое? Показываю на таблетку. И стоит эта девочка, которую я её кинула со шваброй. Спокойно убирается вот с таким вот лицом, типа. Я думаю, ты псина? Ну, собственно, мы до сих пор не общаемся. Эта учительница написала мне выговор на весь лист дневника. Красной ручкой. А потом уходит эта подружка-девчонка, классная, и говорит, я просто не могла соврать взрослому. Ну, после этого я ушла из этой школы, потому что к чёрту мне вот это всё надо. Ну, блин, я, знаете, я такой серой мышью была. Я просто сидела и не высовывалась. И мне было окей. Нифига мне не облокий. Мне хотелось драйва какого-нибудь, хоть у какого-то движа, хоть каких-то друзей. А, ещё я же не была, типа, вот такой вот. Я сидела всегда вот так. Выглядела я очень какой-то опухшей, очень щекастой и очень стрёмной. Не разговаривала, шутить не умела, ничего у меня не получалось. В восьмом классе я перешла в школу около рынка. Вот посмотрите, как я поднялась. Блин, нет, 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 нет. Не носите, девочки, в восьмом классе и вообще никогда лифчик с пушапом. И никогда не просите прощения, если вы не виноваты. Потому что вас будут мешать с говном. Так, как это делали в той школе. И знаете, чуваки, я всё помню. Мешали меня с говном хорошо. Я уже сказала, кажется, то, что я нервная. Я очень нервная. У меня настроение меняется вот так. Вот так я ржу, смеюсь. Просто по полу на руках хожу. И вот раз, и всё. Я могу просто сказать, ребят, пока. У меня просто полностью меняется настроение. Лицо вот так вот. И вот так всё происходит. Был момент, когда мои прекрасные друзьяшки довели меня до нервного срыва. Потом выставили всё так, как будто я полная, просто дубина. Тупая. И вообще я во всём виновата. И знаете, что самое отстойное? Что я попросила прощения. Манипулировали чуваки потрясающе хорошо. Прокраситься я очень сильно начала. Именно в восьмом классе. Ну, комплексов куча. Алоэ носила даже лифчик с пушапом. Причём носила я как обычный пушап, так и пушап. Плюс два. Это ошибка. Пожалуйста, девочки. Никогда. Я носила линзы каждый день. И окрасилась каждый день. Каждый день стрелки, тональник, брови, тени, линзы. Это пипец. Как хорошо, что с людьми с той школы меня не связывает больше ничего. Вот сейчас идёт ржачная ржака. В ту школу, из которой я прекрасно убежала, я возвращаюсь в эту школу. Я всё ещё молчаливая. Дерево. Собственно, девятый класс уже. Экзамены на носу. И я выбираю сдавать английский. Приехали. Нифига не знала английский. Раньше училась с репетиторами. Они мне нервы помотали прям конкретно. Я говорю, я нервная. Я нервная как чёрт. Когда взрослые тётеньки считают, что сказать тебе, что ты тупой, это ок? Ок! Найс! Ребята! Это не ок. Сейчас у меня адванс, но тогда у меня был бигинерс. Это просто всё дело желания. Насколько тебе это хочется делать? В девятом классе был момент, когда я весила 60. Что на почти 10 килограмм больше, чем сейчас. У меня были такие же штаны, и мне вот здесь они так сильно жали, что я выходила в туалет, чтобы их расстегнуть и подышать. Что вот эта часть штанов мне настолько сильно сжимала живот, что вот здесь был такой вот выступ. Начинаются экзамены, я начинаю включать своего перфекциониста. У меня снова резкий период расстройства пищевого поведения. На последнем звонке я разрешила себе съесть тротельник. У меня стояло в календаре, в телефоне, вот там что-то 25 мая, тротельник. Вы понимаете, все воспоминания, которые у меня есть про последний звонок, это калорийный с тротельника. После последнего звонка у нас что? По плану, конечно, на выпускной. Помню туалеты, и помню следующий день после выпускного, когда я прошла 40 километров пешком, чтобы сжечь то, что я съела на выпускном. Внимание, что я съела? Грибы, рис. Хорошо, да? 40 км стоит того. Начинается 10 класс. Сейчас я перехожу в архитектурную школу. Была это хорошая идея или плохая, да фиг знает. Я знаю, что сейчас я в таком стрессе, в котором не была никогда. Я перешла в эту школу, вот мой уровень математики все года, и вот он сейчас. И сейчас у меня самое нервное состояние, наверное, в моей жизни. Нервные срывы участились в тысячу раз. Я сплю 4 часа в день. Школа, в которой я сейчас нахожусь, это первая школа, где у меня появились хорошие человеческие взаимоотношения с друзьями, с людьми. И эта школа, в которой я испортила свои отношения с самой собой, полное говно. Я решила не углубляться во всякие скандалы, интриги, расследования, сплетни и так далее, потому что это дело тех, кому это интересно. Если вы хотите, если у вас есть чем поделиться, напишите вашу историю в комментариях. Я это прочитаю. Я чувствую такое пустошение после этого, после того, как я все вам рассказала. Мне так сразу спокойно и пусто, и холодно. На этом пора заканчивать. Всем пока. Всем пока.